Приветствуем нашего первого спикера, Наталью Сафронову, бизнес-психолога, энерготерапевта, эксперта по работе с мышлением и внутренним состоянием. Встречаем Наталью. Наталья Дико. Микрофон твой. Сцена твоя. Спасибо. Друзья, здравствуйте. Я расскажу вам о том, как же вести бизнес из ресурсного состояния внутренней игры. Сегодня мы живем в такое время, когда изменения происходят с нами постоянно. Согласны? Даже в подготовке этого мероприятия мы столкнулись с тем, что внезапно пришлось поменять площадку. И наверняка у вас были внутри разные чувства. Кому-то было легко перестроиться, а кому-то не очень легко. Были те, кому было сложно, кто сопротивлялся внутри, кто как-то так смело и поднимают руки, остальные стесняются. Но, скорее всего, если внимательно прислушаться к себе, то внутри и во внутреннем состоянии бывает, знаете, сила трения некая в наше динамичное время. И в это время мы рискуем где-то застрять и зацепиться в своем движении и быть не очень ресурсными и эффективными в своих бизнес-проектах. Многим хотелось бы вести бизнес, когда мир был бы стабильным, замедлился бы, когда мы гарантированно бы понимали, что окружающие меня поддерживают, хвалят и всем все нравится, что я делаю, когда все кризисы наконец-то закончатся. Хотелось бы вам в таких условиях хорошо делать свой бизнес. Кто хотел бы в таких условиях? Есть такие? Да, чувствую, вам откликается тема, и я вас очень хорошо понимаю, но хочу вам что сказать, что в наше время этого не будет никогда. Никогда не будет времени медленного, стабильного, спокойного и так далее. И главный навык сегодня научиться в тех условиях, которые есть, турбулентности жизни, в динамичности, в изменениях, в том, где нужно постоянно проявляться среди людей, и это бывает очень непросто, и состояние, я имею в виду. О каком навыке идет речь? О том ресурсном состоянии. Вот об этом сегодня и хочу вам рассказать. Я Наталья Сафронова, бизнес-психолог, энерготерапевт, и с 2013 года я уже в бизнес-консультировании. До этого 8 лет в найме, работала руководителем. И за это время, включая и руководящий опыт, и бизнес-консультирование, я провела очень много обучений, провела и посетила по продажам, переговорам, по управлению, по личной эффективности. И как бизнес-тренер я заметила, что люди могут даже освоить навык на тренинге, научиться чему-то, но не могут внедрить. Например, многие знают 5 шагов продаж, 7 шагов продаж, кто-то знает фазы переговорного процесса, руководители знают, как нужно ставить задачи, давать обратную связь и так далее. То есть очень много навыков, по сути, они в доступе, и им можно легко научиться. Но научиться и применить в жизни — это не одно и то же. У кого из вас было такое, что вы изучили навык, но не получается его применить? Да, 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 смелее поднимайте руки, да, есть такое дело. Так вот, научиться навыку и внедрить его — это не одно и то же. А почему не получается? Вот эта тема меня очень сильно волновала. Я думала, ну как же так? Люди научились пониманию, что такое проактивное мышление, но никак не могут его применить. На самом-то деле применить навык нам не дают привычные алгоритмы мышления, не дают применить навык. И это меня стало очень сильно интересовать. Я больше и больше погрузилась в тему познания психологии, мышления на глубинном бессознательном уровне. И за последние годы моя деятельность переместилась в сторону индивидуальной терапии. И очень много консультаций, сессий я провожу за 4 года, более 6500 часов практики именно индивидуальной терапии. И каждый раз на сессиях со своими клиентами мы проходим вот в это ресурсное состояние. С разных сторон смотрим и изучаем, где же происходит, где же у человека есть так называемые зацепки, что не дает ему выйти в ресурсное состояние. Что я имею в виду зацепки? Смотрите, мы движемся в мире, идем как будто бы, знаете, хотим всем своим сознанием двинуться вперед, но нас не пускают какие-то зацепки в состоянии в прошлом. Что значит зацепки? Чего-то мы боимся, мы тревожимся, мы переживаем, мы обижаемся, мы чувствуем неуверенность и так далее, и так далее. То есть на разных эмоциональных состояниях, вот многие просто недооценивают, и кажется, эмоции, ну что в ней такого? Но эмоция как раз, это и есть зацепка в состоянии в каком-то прошлом событии. И мы хотели бы двинуться в будущее, но мы держимся, знаете, как будто вот мы делаем вперед, но нас в состоянии все держит назад. Вот такое примерно металл, я вам хочу привести. И вот эти вот крючки-зацепки, о них сегодня хочу вам рассказать. Я выделила пять крючков наиболее популярных, с которыми работаю у клиентов практически каждый день, каждая сессия не обходит какую-то из этих тем, а то и все темы сразу. Интересно вам, что это нас содержит? Страх, что меня будут оценивать. Смотрите, страх быть оцененным. Очень многим предпринимателям страшно выходить в сторис, в эфиры, снимать рилс, показывать себя лицом, заявлять о себе, вообще выступать. И почему же этот страх происходит? Казалось бы, ну что такого? Это же может быть даже интересным делом. Но многим страшно, потому что есть с самого детства этот страх, что меня будут оценивать. Если мы вспомним, когда еще в школе выходили, например, перед классом рассказать или выступить, то вот этот вот взгляд всего класса и учительницы оценивающей еще с тех пор заложился вот таким алгоритмом, что только я выхожу на публику, меня будут оценивать и внутри просто почувствовать. Может быть, что-то сжимается, что-то замирает внутри. И вот это вот сжатие и замирание на самом-то деле, оно и проявляется в замирании, в результатах. И мы, может быть, даже делаем действия через силу, как люди взрослые и осознанные. И мы думаем, ну так, надо же делать рилсы, сторис, продажи делать, буду делать. И вот мы делаем действия, но замечали, что действия вообще-то не у всех к результату приводят? У кого так было, что действия делаю, а результат как-то вот с переменным успехом, либо его вообще нет? Почему это происходит? Вот результат зависит как раз от нашего внутреннего состояния, от того, насколько мы в состоянии в движении идем. И если мы в зацепках, в замирании, в сжатии, то действия есть, а результата нет. То есть именно вот этот показатель отсутствия результата и является признаком, что мы где-то зацепились. Следующий страх – это страх изменений. Страх изменений – один из сильнейших страхов на сегодняшний день. Страх изменений у кого есть? Вообще, кто переживает, что все так нестабильно, изменчиво? Вот там за моим столом девочки руки поднимают, спасибо. Все очень нестабильно и изменчиво. Смотрите, к чему это приводит? Например, у вас есть какой-то план, и вы хотите что-то сделать. Но параллельно понимаете, а вдруг завтра все поменяется? Ну зачем я вообще буду делать? Вдруг все поменяется? А вдруг вообще не будет того, что принесет мне успех в этом моем плане? Либо же вы стараетесь под свой план подстроить реальность и живете в некой иллюзии и снова в напряжении. Ну почему же реальность не соответствует моему плану? И так далее. То есть непринятие изменений, неспособность, как будто, знаете, иметь такую текучесть в этих изменениях, она тоже приводит к тому, что мы внутри замираем и не движемся. И из этого вытекает еще один крючок — это ожидание гарантий. Ну где гарантии вообще, что та серия сториз, которую вы снимете, даст вам продажи, например? А где гарантии, что рилс, который вы снимаете, может быть, уже там, не знаю, 115 рилс вам даст подписчиков? Гарантий нет, и многие из-за этого не начинают, потому что нет гарантии, что это принесет результат. Вообще мышление и наш мозг — орган такой инертный. Знаете, что такое инертность? Инертность — это как будто мы, знаете, по-прежнему с тормозящей силой несколько, да, вот так идем. И нам всегда хочется, чтобы опереться на какую-то гарантию, на какую-то стабильность, на какую-то, знаете, такую предопределенность и предсказуемость. Но в наше время нужно четко понимать, особенно у предпринимателей, гарантий нет. Ну вот нет гарантий. Нет гарантии, что то, что вы делаете, принесет результат. И чем легче мы это научимся принимать, делать без ожидания гарантий, тем легче вы в движение попадаете. Потому что когда мы ждем гарантии, мы снова останавливаемся и снова замираем внутри. Следующий, один из моих любимых страхов, с которыми мы работаем с клиентами — страх проиграть. Страх проиграть и в это состояние проигрыша и выигрыша, вот в это разделение. Мы тоже попали еще в социуме в раннем детстве. Нам всем объясняли, что если кто-то выиграл, то значит, что другой кто-то проиграл. Или если ты не выиграл, то значит, ты проиграл. Ну, третьего не дано. Помните, да, такое, когда надо кому-то выиграть или проиграть? И многим очень страшно оказаться в ситуации проигрыша. Это в том числе и мой тоже глубинный страх, с которым я работаю. У кого есть такое, что страшно проиграть, страшно быть в низком ранге, страшно оказаться где-то, ну да, вижу, отклик есть. Так вот, до тех пор, пока мы в этом проигрыше боимся попасть в проигрыш, то мы по-настоящему-то и не выигрываем. Понимаете как? До тех пор, пока мы боимся условно смерти, мы не живем. Пока мы боимся проиграть, мы и не выигрываем. Почему? Потому что мы осторожничаем, мы не делаем, не действуем, не пробуем и так далее. То есть страх проиграть очень сильно держит нас за свой крючок. И последний крючок, пятый, тоже популярный, буквально это топ-5 всех крючков. Это жить из состояния, что и делать бизнес, из состояния, что мне чего-то не хватает. Например, мотивация развивать бизнес. Иду в бизнес зарабатывать деньги, потому что денег же не хватает, надо денег зарабатывать. У кого есть такая мотивация? Кто вообще в бизнесе, чтобы деньги зарабатывать? Есть такие? Смотрите, это тоже, значит, я попала в этом крючке тоже. Когда мы идем делать бизнес, чтобы деньги зарабатывать, мы точно не в ресурсном состоянии. Понимаете? Ну как? Там есть, конечно, нюансы. Деньги добавляют азарта. Это да. Но они должны быть главным фактором в том, как мы строим бизнес. Состояние внутренней игры, оно вообще-то не про деньги. Деньги могут лишь добавлять градус. Поэтому, смотрите, когда мы живем и думаем, что денег мало, клиентов мало, вдруг все кончится, вдруг клиенты кончатся. У кого, кстати, есть страх, что клиенты кончатся? Есть такое? Да, вдруг вот клиентов мне не хватит. Вот раз и на мне очередь клиентов закончится. Вот это как раз признак того, что мы живем из менталитета недостаточности, нехватки. Состояние внутренней игры — это жить из другого состояния. И смотрите, когда мы живем из состояния нехватки, то включаются программы, родовые программы, которые переданы нам нашими предыдущими поколениями. И эти предыдущие поколения, по сути, занимались чем? Выживанием. Да, ну просто вспомните, как жили бабушки, прабабушки. Да, их главная цель в жизни была выжить. И многие клиенты мне подсвечивают такой запрос. Наташа, ну а что делать? Вот вроде как я вот замечаю за собой, что вот я заработала 100 тысяч, мне их хватает, и я расслабилась. И думаю, ну а что мне? Все, можно отдыхать, можно же ничего не делать. Там на платежи хватает, на покушать хватает, квартиру заплатить хватает. И как бы раз, и все, и мотивация закончилась. Либо другая грань. Есть другой уровень клиентов, который, например, условно-календарный месяц, они себе в этот месяц могут на выживание за три дня заработать, но целый месяц создают себе трэши, проблемы, ситуации, долги, например, когда выживать просто сложнее, но они продолжают реализовывать программу выживания. Понимаете как? Вот на этой программе масштаб не построишь, масштаб не выйдешь, потому что мы в рамках этой программы выживания. И мы либо в минимуме, либо в бесконечном трэше находимся. Смотрите, состояние внутренней игры — это в чем-то состояние ребенка, в его здоровом состоянии, когда дети не боятся, у них нет понимания, что такое проиграть или выиграть. Совсем недавно я получила инсайт от своего сына, ему еще и четырех лет нет. И мы играли с ним в игру настольную, ему стало это интересно, где бросаешь кубик и ходишь фишками. И мы с ним играли, и так получилось, что он выиграл, а я проиграла. Я ему говорю, сыночек, ты выиграл. Он на меня смотрит, ему непонятно, в его глазах вообще непонимание, что это значит «выиграл». Ему непонятно, что значит «выиграл» или «не выиграл». Я остановилась тогда и поняла, что я не буду ему это объяснять, пусть он лучше не знает. Ему было просто интересно играть. Ему было интересно бросать кубики, интересно считать, сколько там надо ходов сделать, еще интересно следить за процессом, интересно вовлекаться в те задания, которые нужно делать. Все, вот оно, ресурсное состояние. Это главный ключ к тому, как мы попадаем в ресурсное состояние. Потому что если мы не боимся проиграть, то мы и не думаем, как нас будут оценивать, мы не ждем тогда гарантий каких-то. Нам не страшно, если какие-то будут изменения, и нужно в моменте перестроиться и так далее. Поэтому это как раз и есть то ресурсное состояние, которому интересно искать, и то интересно идти, и это то, о чем пишут много книг о состоянии потока. Давайте на примере. Надо вам на бизнес-примере разобрать, как это вообще работает в бизнесе. Тоже то, про что я вообще своим всем клиентам рассказываю без устали каждый день о пространстве вероятностей. Например, вам нужно продать 10 единиц продукта в месяц. Допустим, да, вот у вас есть календарный план, и вам нужно 10 единиц товара продать. Хотите продать 10, но вероятности-то нет, что будет 10, точно, понимаете? Есть вероятность, что будет меньше 10, будет 0 вообще, или больше 10. Вот параллельно вместе с этим желанием продать 10 есть еще много других вероятностей, как это может сложиться в реальности. И когда, например... Ну, самое страшное здесь, давайте догадайтесь, куда смотреть не хочется вообще. Я тут посещала мероприятие, которое было у Маши, инсайт, и многие предприниматели, кто выступали со сцены, у них был, знаете, какой главный инсайт? Финмодель вообще помогает. Ой, я тут до этого обучения финмодель вообще не смотрела, мне это было так страшно, я не понимала, зачем это... Ну, на самом-то деле, почему в цифры смотреть не хочется? Вот есть те среди вас, кто в цифры не хочет смотреть? Ну, давайте честно, да? Потому что цифры правду говорят. Вот в эту правду многим смотреть не хочется. И одна из правд в том, что вот этот 0 реально может случиться с каждым. Ведь можно же запустить проект, нанять команду, придумать контент-план, или там матрица продуктов. Но, и сделать много действий, но ведь же есть реальная вероятность, что будет 0. Понимаете? Это будет 0. И мы в это смотреть не хотим. Но, если мы не хотим в это смотреть, то мы как будто бы это исключаем. Мы исключаем. Мы хотим закрыть глаза на это. Знаете, как нежелательная вероятность прячется тщательно в шкафчик, в темненький, и чтобы туда ни одна щелочка света не попадала. Но парадокс-то в том, что то, куда мы смотреть не хотим, именно это с нами обычно случается. Вот. Поэтому ресурсное состояние здесь не приобрести, даже если мы делаем действие, но боимся, что у нас будет 0 или минус, мы все равно в сжатии, мы все равно в замирании, мы все равно в том крючке, мы крючком-то за этот 0 зацеплены уже. Понимаете как? Задача другая. К этому 0 отнестись по-другому. Отнестись по-другому, и тогда мы будем двигаться в более ресурсном состоянии. Меня, кстати, спросили как-то, да, Наталья, а можно вообще раз и навсегда обрести ресурсное состояние и вот вообще вот навсегда в нем так красиво двигаться по жизни? Как вы думаете? Многие хотят, многие хотят. Те, кто хочет, сразу возвращаемся к крючкам гарантий. Кто про гарантии недопонял, вот это как раз туда. Вот если я навсегда в ресурсном состоянии, то я такой гарантированно ресурсный человек, и вот у меня гарантированно будут успехи. Разочарую вас здесь снова, потому что ресурсное состояние это снова, понимаете, желание зафиксировать. В наше время ничего не фиксируется. В наше время все движется, меняется, и нужно адаптироваться, возвращаться в ресурсное состояние. Поэтому здесь имеет смысл, и знаете, вот так вот к психологу даже не находишься. И я в том числе работаю не только над тем, чтобы в сессиях помочь человеку, но и создаю продукты, в которых могу научить, научить, как это себя в случае необходимости вернуть в ресурсное состояние. Итак, ключи. Ключи к состоянию внутренней игры. Вот то состояние потока. По сути, это, знаете, какой маркер, да, можете записать себе внутренний, искренний интерес к процессу. Интерес к процессу и такой, знаете, азарт к результату. Вот этот азарт как раз и добавляют те деньги, про которые мы в бизнесе думаем. Итак, почему у меня первый ключ? Вот, первый вот этот. Первый ключ. Чтобы не случилось в моей жизни, очень важно сохранять веру, что я окей. Что значит я окей? Вот это окей широкий смысл имеет. Если у меня будет ноль продаж, что со мной тогда, да? Многие попадают, что ой, наверное, я делаю ерунду, наверное, мой продукт никому не нужен, ой, наверное, клиенты кончились, ой, ну кризис же ведь денег у них нет и так далее. Вот если вот этот ход мысли начинается, то я не окей, согласны? Вот, задача, когда мы прорабатываем принятие вот этой вероятности я продала ноль или продал ноль или ушел в минус, еще пока вы туда не ушли, надо уже, сидя дома на диване или за рабочим столом, подумать про себя, что если так случится, то я сохраняю уверенность в себе, я сохраняю понимание, что я делаю нужное дело, мой продукт нужен, то, что я делаю, имеет ценность. Вот это все будет, я окей. То есть я окей удерживать при любых обстоятельствах, какие бы ни случились. Следующий ключ. Очень важно помнить и верить, искренне верить в то, что как только к вам пришла мысль о том, вот в этом я Маше хочу привести пример, вот у нее пришла мысль, она идет и делает, потому что для нее, вот как только мысль пришла, это лучшее условие, чтобы делать. И вот этого я тоже всем желаю. Неизвестность, неизвестность, это двери в новые возможности. Вот смотрите, люди хотят известности и предопределенности, но это как будто такой, знаете, однозначный коридор, в котором мы идем, и все предопределено, и ничего нельзя поменять. Так вот неизвестность и многовероятность, вы знаете, шведский стол дверей и коридоров, куда можно зайти в любой момент. Вот к этому нужно так научиться относиться, что неизвестность — это новая возможность. Проигрыш дает пищу для анализа. Выигрыш мы редко анализируем. Выигрыш случился, случился, окей, но проигрыш — это то, что заставляет нас задуматься, и в проигрыше, анализируя, мы находим новые, более рабочие гипотезы. Для выживания у меня уже все есть. Это ключ к тому, чтобы пройти в состояние «Мне всего достаточно, и я делаю свой бизнес, потому что мне просто прикольно в это играть». Прикольно в это играть и вовлекать других людей в свою игру. И вот все пять ключей на этом слайде. Можете их себе сфотографировать. И такие, знаете, вроде бы простые емкие фразы, но за этим стоит большой объем работы в своем мышлении. Чтобы получить разбор вашей индивидуальной ситуации, и для всех участников этого мероприятия я делаю такой подарок. Давно уже не делала индивидуальных разборов, но вам это будет сделано. Если вы хотите разобраться со своими вопросами в бизнесе, в деньгах, в чем ваша личная зацепка и как с ней поработать, напишите мне в директ кодовое слово, точка роста. Я с вами свяжусь и обсудим ваш план развития, ваше вымышление. Все. Все успели? Все окей. Никому не нужно вернуть. Наташенька, ты как? Первый спикер. Всегда почетно, волнительно. Вам понравилось выступление спикера? Из-за ресурсного состояния. Она была полезна? Отлично. Наташенька, мы тебя провожаем. Пожалуйста, микрофон и кликер вот на базу.